ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Он мог угрожать предметам, похожим на гранату. Налетчик заявил, что может взорвать павильон и потребовал передать деньги из кассы. Несмотря на то, что незнакомец был вежлив, девушка испугалась и отдала в общей сложности 18 тысяч рублей, уточняют полицейские. Кроме того, он также попросил продавца дать ему еще и плитку шоколада. Правоохранители опубликовали кадры с места разбойного нападения. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Теперь вежливому грабителю из Гусь-Хрустального грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. В новых омутищах манипулятор влетел в стену придорожного кафе. Авария произошла 13 июля на 112-м километре трассы М7 «Волга». Как сообщили в ГИБДД, 35-летний водитель автомобиля «УАЗ» двигался по полосе разгона и при перестроении создал помеху для движения других автомобилей. В тот момент прямо по направлению ехал манипулятор. Машины столкнулись и последняя улетела прямо в стену придорожного кафе у байкера. На фотографиях с места происшествия видно, что у заведения общепита частично обрушилась стена. Кабина манипулятора почти полностью вошла внутрь. Пострадали два пассажира «УАЗа». Одного госпитализировали, а другого отправили на амбулаторное лечение. В Александровском районе в аварии из трех машин пострадали два человека. Авария произошла днем 13 июля на 6-м километре трассы Александров-Карабаново-Киржач. По данным дорожной полиции, 43-летняя женщина за рулем «Шевроле» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в «Рено Каптюр», которым управлял 74-летний водитель. От удара «Рено» столкнулась с «Ауди-80» и вылетела в кювет. В результате ДТП пострадала виновница аварии пожилой водитель «Рено Каптюр». Они госпитализированы с переломами. Судя по кадрам, с места аварии ДТП произошло во время ливня. Мы уточнили, в ГИБДД могла ли погода послужить причиной выезда женщины на встречку. В госавтоинспекции сообщили, что по факту аварии проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства. Во Владимире на пожаре на Нижней Дуброве пострадал мужчина. Огонь вспыхнул на кухне в одной из квартир дома номер 27 на улице Нижняя Дуброва. Хозяин жилья попытался защитить имущество и стал самостоятельно тушить пожар. В это время дым из окна квартиры на втором этаже увидели соседи. Они вызвали пожарных. Происшествие случилось 13 июля около половины восьмого вечера. На место пожара выдвинулись шесть единиц техники. Когда спасатели прибыли к дому, они столкнулись с трудностями. Весь двор был заставлен машинами. К месту пожара смогла проехать только одна небольшая автоцистерна, сообщили в МЧС. Пожар удалось потушить. Его площадь составила 40 квадратных метров. Для того, чтобы люди не отравились угарным газом, спасателям пришлось эвакуировать из многоквартирного дома 35 человек. К счастью, никто не погиб. Но 55-летний хозяин квартиры во время попыток потушить огонь получил ожоги. Мужчину госпитализировали. Причину пожара устанавливает дознаватель. Предварительная версия – неисправность газового оборудования. Расширение автотрассы между Владимиром и Суздалем идет с опережением графика. Об этом сообщил глава Росавтодора на встрече с губернатором области. Роман Новиков с рабочим визитом посетил Суздальский район. Основной объем работ по расширению автодороги должен будет завершиться уже к декабрю этого года. А в 2024-м, в год тысячелетия Суздаля, трасса будет введена в эксплуатацию. В результате мы приведем дорогу в четырехполосное исполнение, разделим транспортные потоки, обеспечим удобство доступа к трассе всех жителей, которые проживают вдоль дороги. Создадим условия для пользователей, для автотуристов, многофункциональную зону дорожного сервиса. Мы планируем завершить основной объем работ к декабрю и ввести участок в эксплуатацию не позже июля 2024 года. Хотя, судя по изначальной документации, окончание капремонта было запланировано на 15 декабря 2025 года. Напомним, капитальный ремонт трассы Р-132 «Золотое кольцо» между Владимиром и Суздалем начался в конце весны этого года. Также работы ведутся и на обходе Суздаля. Изначальная цена контракта составила более 8 миллиардов рублей. По итогам торгов конкурс выиграла ивановская компания «Союз Автодор». Правда, во время проведения дорожных работ жители ряда населенных пунктов оказались недовольны проектом капремонта. В частности, жители села Суходол не устроила организация разворотных петель. Как рассказывали люди, чтобы развернуться и попасть домой, им придется проезжать 3,5 лишних километра. Причем, когда речь идет об экстренных службах, счет обычно идет на минуты, поэтому вопрос этот очень важный. Требуется именно сохранить такую доступность, а не увеличивать километраж. Власти региона тогда пообещали учесть мнение жителей Суздальского района. К слову, глава региона на прошедшей встрече также высказался и по поводу судьбы зеленых насаждений вдоль ремонтируемой трассы. Изначально планы были дальше, к 25-26 годам, но в сложном бюджете были найдены средства, и мы получаем самый большой подарок тысячелетию Суздаля. Безусловно, необходимо защитить поля и дорогу от переметов. Думаю, что после расширения трассы мы это восстановим своими силами. В любом случае, спасибо дорожникам за быструю работу, а то, что можем сделать сами, сделаем. Дорожные строители также планируют установить разделительное осевое барьерное ограждение. А на отдельных опасных отрезках – боковое. Кроме того, на примыканиях к местным дорогам будут построены переходно-скоростные полосы, которые позволят автомобилям беспрепятственно вливаться в общий поток. В дополнение, на трассе между Владимиром и Суздалем по современным стандартам будут обустроены действующие наземные пешеходные переходы и остановки. Алексей Домнин, Шестой канал. Здравоохранение региона от проблем не излечилось. Прокуратура области с начала года фиксирует многочисленные нарушения в лекарственном обеспечении льготников, причем на всех этапах – от формирования количества льготополучателей до отпуска медикаментов в аптечной сети. В надзорном ведомстве отмечают, что, например, в феврале при выписке рецептов врачи не проконтролировали остаток медикаментов в аптечной сети. Это привело к необоснованному увеличению отсроченных рецептов. К примеру, на отсрочном обеспечении находились 17 рецептов на лекарственный препарат «Метформин». При этом на остатках в аптечной сети имелось почти 17 тысяч упаковок данного медикамента. При наличии на остатке 32 тысяч упаковок препарата «Метапролол» 82 рецепта также находились на отсрочном обеспечении. Сотрудники прокуратуры выявляли случаи, когда медучреждения не вовремя сообщали в Министерство здравоохранения области заявки на приобретение лекарственных препаратов. Кроме того, в этом году возросло количество жалоб на затягивание сборов врачебных комиссий медучреждений, которые должны были решать вопросы о назначении пациенту лекарственного препарата по торговому наименованию. Так прокуратура города Владимир установлена, что инвалид первой группы, страдающий эпилепсией, длительное время вплоть до конца 2021 года обеспечивался лекарственным препаратом по торговому наименованию. В 2022 году медикамент стал выписываться мужчине по международному непатентованному наименованию, в следствии чему ему выдавалось лекарство и новое торговое наименование, по мнению заявителя, являющееся менее эффективным. По требованию прокурора города Владимира проведен консилиум врачей в областной клинической больнице с участием матери пациента, на котором последнему назначен препарат по торговому наименованию. С начала года в медучреждениях области зафиксировали случаи, когда врачи отказывались выписывать рецепты на льготные медикаменты, и пациенты не своевременно обеспечивались лекарствами по выписанным рецептам. Людям приходилось тратить собственные деньги на покупку лекарств. В суды направлен 81 иск об обеспечении граждан, в том числе детей, необходимыми медикаментами и взыскании средств на общую сумму более миллиона рублей. Как сообщают в прокуратуре области, сейчас фактически исполнены требования по 28 судебным актам, на общую сумму свыше полумиллиона рублей. Есть в регионе и проблемы с организацией розничной торговли лекарствами в фельдшерско-акушерских пунктах, которые расположены в отдаленных районах области. Поверка показала, что всего в регионе есть 326 ФАПов. Из них деятельность по розничной продаже лекарств осуществлялась только в 62. В целях устранения таких нарушений прокурорами в текущем году направлено 49 заявлений в отношении 88 ФАПов. А в 2022 году предъявлено еще 49 таких заявлений. Кроме того, прокурорами Селивановского, Судогодского, Юрьевпольского, Камешковского и Кижайского районов главным врачам учреждения здравоохранения внесены представления. Только в текущем году, благодаря принятым мерам, уже организована продажа лекарств в ряде ФАПов Камешковского, Гороховецкого и Усть-Хрустального районов. Напомним, на прошлой неделе надзорное ведомство региона сообщило о выявлении грубых нарушений оборота льготных лекарств. Так установлено, что с начала 2022 года по май этого были списаны лекарства на общую сумму более 58 миллионов рублей. Большая часть медикаментов из этой суммы закупалась в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта здравоохранения. При таких крупных списаниях, те жители, которым действительно нужны были утилизированные препараты, не смогли получить их вовремя. Прокуратура выявила не менее 20 жителей, которым должны были выдавать эти лекарства бесплатно. В Минздраве региона на наш официальный запрос с просьбой прокомментировать претензии надзорного ведомства ответили следующее. По состоянию на 1 июля в регионе отмечается стабильная ситуация с льготным лекарственным обеспечением пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и находящихся на диспансерном наблюдении. Очередь на получение лекарственных препаратов для данной категории льготополучателей в субъекте отсутствует. По вопросам, касающимся нарушений в обороте льготных лекарственных средств, выявленных прокуратурой Владимирской области, сообщаю, что в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц. В ответе на наш запрос глава регионального Минздрава подробно рассказал о том, как в нашей области реализуется федеральный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кто из сердечников имеет право на льготные лекарства? По полномоченной аптечной сети, по данным Артёма Осипова, имеется вся линейка лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года лекарственной терапии охвачены 6419 пациентов. К июлю число жителей области, которые имеют право на льготное обеспечение в рамках федерального проекта по борьбе с заболеваниями сердца, более 5000 человек. Мы продолжим следить за ситуацией в здравоохранении области. Маргарита Махрова, 6 канал. С начала года Владимирская санавиация эвакуировала на вертолёте 30 пациентов, среди них 7 детей. В 18 случаях людей для оказания помощи доставляли в федеральные центры. В конце июня врачам с помощью санавиации удалось спасти жителей Гороховецкого района, страдающего сердечным заболеванием. Из центральной райбольницы его оперативно доставили в ОКБ и установили кардиостимулятор. Для владимирцев подготовили программу праздника «Вишнёвый спас». Состоится он 16 июля. Локации – традиционный Патриарший сад, Спасский холм и Пешеходная улица. С 12 до 6 для гостей будет работать ярмарка-продажа, на которой представят вишнёвые сувениры ручной работы, а также ягоды вишни, смородины, малины, черники и голубики. К чаю будет предложена свежая выпечка. По Патриаршему саду пройдут бесплатные экскурсии с 12 до 4 часов дня. Там же будет работать творческая мастерская, где гости смогут принять участие в многочисленных мастер-классах и насладиться музыкой. Тематические экскурсии пройдут также и на Георгиевской улице. Кроме того, здесь состоится детская музыкально-интерактивная программа с конкурсами и викторинами. Победители ждут призы от городских парков культуры и отдыха. С 8 утра до 8 вечера доступ на пешеходную улицу Георгиевская от кафе «Блинчики» до выхода на Большую Московскую в районе музея «Бабуся и гуся» перекроют турникетами. Чтобы попасть на локации праздника, расположенной на пешеходной Георгиевской, нужно будет пройти через рамки металлоискателей. Мастерский художественный музей оснастили современным оборудованием. Контроль климата, интерактивное оборудование и современные витрины с антибликовыми стеклами. В таких условиях экспонаты музея покажутся посетителям еще более интересными. Музей получил 7 миллионов рублей на техническое дооснащение в рамках нацпроекта «Культура», сообщают в правительстве области. Музей в целом обновился. Теперь для его гостей доступна услуга радиогида. Также в прошлом году в музей провели газовое отопление. А еще в 2022 году учреждение получило более 2 миллионов 600 тысяч рублей на создание новой экспозиции. Юные владимирские спортсмены привезли 9 золотых медалей всероссийского турнира. Соревнования по спортивному ориентированию «Волжские просторы» прошли в Нижегородской области. За 4 дня спортсмены выступали в нескольких дисциплинах. Владимирскую область представляла большая команда – около 100 человек. Как сообщает Минспорта области, владимирские ориентировщики завоевали 21 медаль. Кроме золота, в копилке сборной еще 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Педагоги и учащиеся Ставровской школы победили в конкурсе «Музея Победы». Их работу отметили в номинации «Классный час в школьном музее». Участники программы «Школьный музей Победы» из разных городов России создали просветительские и выставочные проекты по истории родного края. Всего на конкурс направили 500 заявок из 76 регионов России. Лучших конкурсантов пригласили на ежегодный Всероссийский съезд программы. Он пройдет в октябре в Москве. На июльском приеме у Владимира Киселева граждане говорили о шуме. Одна из заявительниц обратила внимание на то, что региональный закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области не охватывает садоводческие некоммерческие товарищества. Основной источник шума – газонокосилки, триммеры и праздничные застолья на свежем воздухе. Понятно, что нужно косить траву. Понятно, что нужно ремонтировать заборы и домики садовые. И отмечать, наверное, день рождения нужно. Но это нужно делать так, чтобы не мешать или не сильно мешать своим соседям. Поэтому я думаю, что мы данный закон примем. Сейчас он направлен в различные инстанции, в общественную палату, в Совет муниципальных образований Владимирской области. Как только нам данные организации дадут свое заключение, мы данный закон несем на заседание законодательного собрания. Закон Владимирской области о соблюдении тишины подразумевает ограничение громкого шума музыки с 22.00 до 6.00 в будние дни и с 22.00 до 9.00 в выходные и праздничные дни. Губернатор области Александр Авдеев также поддержал включение СНТ в список тихих территорий. А в Собинском районе шум, если точнее рев автомобильных двигателей, стал символом автогонок. Автодром Колокша, созданный при поддержке законодательного собрания и существующий менее года, успел стать известным. А также привлечь участников и зрителей. Теперь об автодроме Колокша знают за пределами региона. Это очень хороший, зрелищный вид спорта, автомобильные гонки, но, к сожалению, требует больших площадей для того, чтобы организовывать. В том числе и необходимо учитывать безопасность зрителей, в первую очередь, конечно, безопасность самих участников этих мероприятий, соревнований. Нам удалось совместно с администрацией Особинского района найти такую площадку в Особинском районе, где ребята сегодня занимаются этим видом спорта. Они там и тренируются, они там проводят соревнования. Причем вот эти соревнования сразу привлекли большое количество и зрителей, и, самое главное, участников из многих других регионов нашей страны, в том числе из города Москвы, Московской области. Значит, опасались, что местные жители будут недовольны вот этим шумом, потому что постоянный шум действительно от тренировок и от автомобильных гонок. Но на самом деле жители оказались благодарными, потому что они говорят, что наш район, вот эта вот территория зажила. Пришедшие на прием к председателю ЗС автомобилисты вручили ему благодарственное письмо и пригласили на соревнования. Владимир Киселев, в свою очередь, пожелал спортсменам интересных гонок и новых побед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова